Виталий Георгиевич Губарев, русский детский писатель, драматург и журналист. Виталий Губарев родился в августе 1912 года в городе Ростов-на-Дону, в учительской семье. Детство провел на хуторе, близ Ростова, где его бабушка заведовала начальной школой. Об этом времени писатель вспоминал. В эти удивительные дни невольно наплывают воспоминания детства. Хуторская школа неподалеку от Ростова-на-Дону, холодный класс, за разбитыми стеклами свистит ветер. На старых партах аккуратно нарезаны листы оберточной бумаги. Где-то их раздобыла для нас наша добрая учительница Мария Григорьевна. Бумага заменяет нам тетради, а вместо чернил, разведенная водой, печная сажа. Печататься начал рано. Еще в 1926 году в ростовском детском журнале Горн был опубликован его первый рассказ «Гнилое дерево». 14-летний автор посвятил свое первое печатное произведение пионерскому лагерю, дружбе городских и сельских ребят. С той поры писатель ни на день не порывал связи с пионерской организацией. Он сам был пионером и пионерским вожатым. Став комсомольцем, а затем членом партии, он продолжал писать для ребят. С 1931 года Губарев работает в Москве в детских и комсомольских газетах и журналах «Колхозные ребята», «Пионерская правда», «Комсомольская правда». Многие годы был главным редактором «Пионерской правды». За работу в детской печати он дважды был награжден орденом «Знак почета». Мало кто знает о том, что пионерский писатель и один из старейших деятелей пионерского движения Виталий Губарев имеет и другие заслуги перед пионерской организацией. Еще в 30-е годы он преподаватель Института детского коммунистического движения, а позже он заведует кафедрой пионерской работы в Центральной комсомольской школе. Тысячи отрядов каждый год отправляются в интереснейшие путешествия по своему родному краю. Инициатором этого большого и полезного движения, одобренного общественностью нашей страны, был редактор «Пионерской правды» Виталий Губарев. В 1932 году участвовал в расследовании и в освещении убийства Павлика Морозова и был одним из создателей легенды о нем. Летом 1933 года в газете «Колхозные ребята» была впервые опубликована статья об убийстве под названием «Один из одиннадцати». Впоследствии переработанную после войны в книгу Павлик Морозов и одноименную пьесу. В послевоенный период Губарев стал известен как драматург. На сцене театров страны прошли постановки его пьест «Королевство кривых зеркал», написанный в соавторстве с Андреем Успенским. Павлик Морозов «Барышня», фантастическая комедия «Великий волшебник», переработанная впоследствии в повесть «Трое на острове», а также «Встреча на далекой планете». Наибольшую известность писателю принесли его повесть-сказка «Королевство кривых зеркал». Без преувеличения можно сказать, что «Королевство кривых зеркал» стало одной из самых любимых книг детей. «Трое на острове» – это веселая повесть-шутка о мальчике Борисе, который не любил работать и однажды увидел, что получится, если все без исключения желания исполняются безо всякого труда. Мальчик совершенно случайно обнаружил, что синий платок его любимой бабушки является волшебным. Стоит только загадать желание и взмахнуть платком, как все тут же исполняется. Боря решил побывать со своими друзьями на необитаемом острове. Их ждут опасные приключения и, конечно же, пираты. Вначале это представляется заманчивым, но какая на самом деле эта тоска – ничего не делать. В конце концов, разговор с пиратом по кличке Кошачий зуб на многое открывает Борису глаза. Трех друзей-мальчишек из «Путешествия на утреннюю звезду» и зовут-то почти как сказочных, былинных богатырей – Илья, Никита и Алеша. А дедушку, их новой знакомой Забавы, она же Вероника, ученого, который изобрел удивительный аппарат для мгновенных перемещений в межзвездном пространстве. Автор, не мудрствуя лукаво, называет волшебником. В часовых дел мастер великанов из повести «Часы веков» починил легендарные часы, цифры на которых показывают века и даже целые тысячелетия. Через заднюю дверцу, находящуюся за маятником этих волшебных часов, героиня повести «Девочка» по прозвищу «Муха» отправляется в доисторическую эпоху. Сначала к мамонтам и соблезубым тиграм, а потом и к первобытным людям. Путешествием во времени в Древнюю Русь посвящена сказочная повесть «Предание старины глубокой». Близнецы, брат и сестра Таня и Игорь с помощью доброй феи мечты переносятся в далекое прошлое нашей Родины во времена правления князя Олега. Ребята знакомятся с жизнью древних новгородцев, а их другом становится будущий киевский князь Игорь, вместе с которым они ведут борьбу с волхвами. В Тридевятом царстве, вошедшая в Золотом фонд отечественной литературы для детей, героиня повести в Тридевятом царстве, 17-летняя выпускница средней школы по имени Оксана, отправилась на международные соревнования лыжников в маленькую страну – Королевство Корликию, где она по воле случая на некоторое время стала юной правительницей этого маленького государства. Это изменило жизнь не только самой Оксаны, но и придворных, и даже жителей всей страны. Стиль Виталия Губарева интересен соединением элементов сказки, исторических романов и фантастики. Повести сказки Виталия Губарева по-прежнему пользуются большой популярностью у читателей. Эти книги успешно продолжают переиздаваться и сейчас. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok ... Продолжение следует...